Фэшн Эвеню В прошлом году в чем провожать Диму, а также кого можно назвать самыми значимыми людьми в мире российской моды. Конец года, время подводить итоги, вспоминать достижения и строить планы на следующий год. Известные люди мира российской моды расскажут нам о лучшем, что было у них в прошлом году, что они собираются делать в следующем, а также подскажут, в чем встречать Новый год. Фэшн Эвеню Ну, это был очень успешный год. У меня прошли великолепные выставки, мода за железным занавесом. Я выпустил несколько спектаклей, у меня вышли новые книги, прекрасные выездные школы, я только что вернулся из Марокко. Ну и, конечно, очень многие приобретения в коллекцию, значительное количество пополнений, множество семинаров, сотрудничество со многими брендами. Ну, что вам сказать? Я считаю, что каждый позавидует такой активной деятельности. Во-первых, это первый полноценный год, которым я была главным редактором. Я могу сказать, что мне в этом году очень повезло как раз-таки на встрече. Я с очень интересными и яркими людьми в этом году не просто познакомилась, но сделала с ними материалы, сняла их. Сделали обложку с Анной Селезневой. Это сейчас самая востребованная русская модель. В общем, мой год был очень насыщен на такие знакомства, очень интересные и очень приятные. Для меня, конечно, как для профессионала сейчас очень важно делать то, что нравится людям. Вы знаете, для меня этот год был самый любимый. Очень многие жалуются, что он был высокостный, очень тяжелый. Для меня это был шикарный какой-то год, мне очень жаль, что он заканчивается. В профессиональном смысле я выросла, в каком-то моральном, этическом смысле, наверное. И, в принципе, мне удалось попробовать очень много разных вещей, например, и удалось сделать свою коллекцию. Мне довелось там подиджейить немного. То есть, каким заниматься, какими-то совершенно разными вещами, да. Я не говорю о том, что мне, допустим, хорошо это получается, но я из тех людей, которые не боятся каких-то новых вещей. Я очень довольна этим годом, более чем. Этот год для меня был очень успешным. В первую очередь, это сотрудничество с домом «Геларош». После показа в Гонконге, все, что сделано было в моем модном доме, было продано. Это самое главное. Второй год я участвовал в мировом показе топовых дизайнеров меховых компаний в Милане. Я благодарен судьбе, благодарен ангелу-хранителю и всем тем, всей своей команде, и всем тем людям, которые меня окружают, что мы делаем одно дело. И я очень рад, что мой бренд один из самых достойных в нашей России. Я, конечно же, этим горжусь. Важно делать и любить свою работу, заниматься любимым делом. Мы запустили новые идеи в женской линии. Мы стали работать с формой, мы стали делать вещи, которые более подиумные, более съемочные, более театральные, как мы делали это раньше. Мы открыли собственный магазин в Петербурге. Я стал постоянным преподавателем в Тайваньском университете дизайна. Сделал спектакль в Театре Пушкина. Это было огромное количество дел. И мне кажется, что это был очень интенсивный, тяжелый и интересный год. Моя задача – делать журнал на том же уровне и лучше. Планирую совместно с Музеем Москвы очень интересную выставку, которая будет называться «Мода в зеркале истории». Мы будем идти вперед, и мы никогда не остановимся. Я буду показывать со своей стороны, что важно делать и любить свою работу, заниматься любимым делом. И тогда звезды не только российские, но и международные обращают на тебя внимание. Я не хочу переставать расти как стилист в рамках своего журнала. Я очень надеюсь, что следующий год позволит мне расширить свой бизнес и открыть в Москве уже маленькое ателье, шоурум. И, как я надеюсь, курсы специальных или дизайнеров. Я очень тщательно отбираю людей, которых учу моде. И мне хочется начать это делать уже в Москве в следующем году. Не у всех людей есть возможность себя баловать. Поэтому тем, у кого она есть, они прекрасно себя могут побаловать любыми новыми коллекциями модных домов. И, конечно же, это будет все в тренде и будет актуально. Тем, у кого нет такой возможности, будьте индивидуальны. Возьмите свое изделие. Пусть это будет недорогая ткань, шеете что-нибудь, не можете шить. Возьмите то, которое у вас любимое. Но обыграйте его какой-то деталью, каким-то модным на сегодняшний день тоном. Это может быть шарф, это может быть шейный платок, это может быть какая-то деталь, украшения, бусы, все что угодно. Сегодня очень много, и не у самых дорогих марок, модных и интересных вещей. Ищите себя, подходите к зеркалу. И когда вы понимаете, что у вас горят глаза, когда в ваших глазах есть сексуальность, женственность и благородство, это ваше. Не бойтесь. Руководьте себя несколькими вещами. Комфорт и уместность. Ну и, соответственно, смотрите в зеркало. Fashion Avenue Повсюду рождественские украшения и праздничное настроение. И новогодние распродажи, что не может не радовать. Для того, чтобы вы не растерялись, увидев слово сейл, мы напомним вам главные тенденции этой зимы. Сейл, Повсюду. Сейл... Сейл, Повсюду. Сейл, Повсюду. Сейл... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 как стилист в рамках своего журнала. Я все-таки хочу достичь каких-то высот, делать там еще лучше съемки, еще чище, еще профессиональнее, быстрее, качественнее. Одна правильно подобранная деталь способна наполнить наряд смыслом и обратить все взоры в вашу сторону. В этом сезоне среди фаворитов воротничок. Дизайнер из Екатеринбурга Ольга Шихова покорила мир российской моды своими оригинальными аксессуарами. Создатель модного аксессуара-модельер Ольга Шихова работала художником по костюмам в кино, а три года назад дебютировала с первой коллекцией аксессуаров. Воротнички от Ольги Шиховой стали бесспорно лучшим аксессуаром в любом авторском исполнении, будь то плотный шелк или винил. Мне очень самой не нравится, их постоянно ношу с различными комплектами одежды, как просто белые с черным, так и черные на черном. Очень красиво это все подходит. Да, тут стразы, кожа питона, перья, вороньи, петушины, абсолютно различные материалы использовались для создания. Вообще, я предпочитаю простую одежду, чтобы было простой крой из хороших материалов. Ну, мне нравятся тоже наши русские дизайнеры, потому что в принципе доступны и интересны. Я желаю всем быть красивыми, здоровыми, веселыми. Это база нашей жизни. Самое главное – это дух. Дух должен быть очень позитивным. Старайтесь замечать только хорошее и красивое, потому что плохое нас догонит и так. Затем, конечно, здоровье. Ну, и, конечно, счастье – это уж как кому дастся. Желаю всем, но каждый кузнец его самого, поэтому думайте о том, что жизнь тикает, бежит, поэтому старайтесь каждый день проживать очень счастливо, очень насыщенно и весело. Тогда вы все успеете, как это сделаю. Дорогие зрители, дорогие читатели, желаю вам счастливого, модного, яркого Нового Года. Будьте смелы в своих желаниях. Не забывайте, правда, о сдержанности и элегантности. Но если не поставите большую задачу и высокую планку, то не достигшем ничего, поэтому ставьте себе задачи высокого полета, и тогда вы достигнете всего ну, вот, наверное, с наступающим Новым Годом. В этом Новом Году я желаю прежде всего гармонии. Нам всем нужно немножко успокоиться, остановиться, посмотреть кто один на тех, кто рядом с нами, на то, что для нас по-настоящему важно. Можем вспомнить какие-то забавные традиции, которые были в нашей семье, может быть, провести Новый Год с теми близкими, которых мы давно не видели. Может быть, наконец-то начать чувствовать, перестать уже стремиться куда-то, а просто жить сегодняшним днем. Не бойтесь загадывать больше, чем вам кажется, вы можете сделать. это, знаете, как ставить пятилетку какую-то, да? То есть ты ставишь по максимуму и просто пытаешься достигнуть максимального. И научитесь, наверное, подводить итоги. То есть в какой-то гонке за успехом, благами и признанием мне кажется, очень важно, даже не мне, это говорит не мой папа, нужно, несмотря на все цельную стрелять, нужно иногда остановиться и на секунду оглянуться назад. Как раз мне кажется, Новый год это тот самый момент, когда ты можешь на секундочку остановиться, глянуться назад и сделать какие-то выводы, подытожить, молодец ты или нет. Всем желаю заниматься любимым делом. Никогда не старайтесь смотреть на кого-то, пытайтесь искать себя и делать то, что является криком вашей души. Это видно, настоящих людей любят. С Новым Годом! Удачи всем! Пусть этот год, несмотря на то, что он 13-й, будет самым-самым запоминающимся, пусть в вашей жизни случатся самые лучшие интересные события, пусть, самое главное, вас любят, и чтобы эта любовь была взаимной. Здоровья всем и любви! Желаем вам отличного Нового Года, запоминающегося, вдохновляющего и веселого, и только приятных хлопот, ведь только они в итоге делают всю эту суету праздником. С вами была программа Fashion Venue и ее ведущая Анастасия. До встречи! Fashion Venue Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»